Гостей встречали здесь хлебом с солью. Везде звучали казачьи и русские народные песни и детские голоса. В первую очередь для подрастающего поколения в Сочи по инициативе главы города решили создать новую парковую зону. В микрорайоне Макаренко она была крайне необходима. В середине апреля здесь заложили первый камень, а уже в начале сентября парк открыли. По сути, в рекордно короткие сроки благоустроили территорию в 15 гектаров. Участвовал весь город для того, чтобы сделать подарок жителям микрорайона Макаренко. Рядом 44 гимназия. Всем детям разрешили сегодня в учебное время прогуляться по дорожкам нового парка. Свои тренажеры здесь их так много, что хватит всем. Мне нравится парк, что его открыли. Мы можем с ребятами сюда приходить на тренажеры. Я пришла в парк. Он очень красивый. Здесь много дорожек. Буду каждый день ходить с мамой и папой. Глава города тоже обошел весь парк. Владиславу из 15 гимназии Анатолий Пахомов так и говорит. Столько вложено труда в парк, о котором мечтало несколько поколений, теперь только берегите. Школьник пообещал организовывать трудовые учебные бригады и следить за чистотой парка. Договорились. Как тебя зовут? Владислав. Владислав, я на тебя очень сильно надеюсь. Хорошо, спасибо. Из-за сложного рельефа парк был определен как природно-ландшафтный. Теперь у жителей есть свой теренкор, тропа здоровья. И попасть на нее можно сразу с трех входов. С улицы Вишневой, с Макаленко и даже с Пластунской. Теренкуры просто это замечательная вещь, потому что особенно для людей моего возраста и выше, это просто здоровье. Надо гулять, дышать этим воздухом, наслаждаться всем, быть радостным. Все мы для этого делаем. Жители микрорайона действительно сегодня впечатлились увиденным, иные не верили своим глазам. А теперь не только придется поверить, но и продумывать, как в дальнейшем обустраивать зоны отдыха и какие проводить мероприятия. Территория большая, есть где разгуляться. Любые инициативы сочинцев будут рассматриваться. Занятия спортом, прогулки на светлом воздухе. У меня трое внуков, мало-мало-меньше. Одна школьница, третий собирается идти в школу. Здесь мы будем гулять, потому что здесь удобно, конечно. Праздник, большой праздник. Далюмое такое, детская площадка, где есть погулять, где есть ребенка. Конечно, рады, да. Спасибо городу за такой подарок, очень приятно. Будем беречь то, что создано городом, и стараться поддерживать чистоту этого парка и учить наших детей. В парке, открытом в честь 80-летия Краснодарского края, растут многолетние деревья и кустарники. Есть и краснокнижные растения. Поэтому зеленая зона станет для школьников еще и учебной площадкой для занимательных уроков окружающего мира и биологии.